Привет, друзья! Я снова, снова в аэропорту. Мне подарили на день рождения полёт в личном самолёте. Это классно. Я лечу в Женеву, но в Женеве не хочу оставаться, там очень скучно. А куда туда уеду? Я ещё не знаю. Так что немножко стресс, немножко стресс. Замазал! Тайфа, поэкстой, около 1,000 сантиметра. Тайфа, поэкстой, шалом вега, он департсер, но в комплекс. Клайнвестер, поэкстой, он департсер, то ардитит 4,000. Мой полёт стоит 30,000 долларов. 30,000 долларов. Так, ребята, я переоделась, продолжаем сейчас тур по моему личному самолётику. Так вот он выглядит. Очень красивый, уютный. Вот так вот вы можете делать кресло, чтобы вам было поудобно. Здесь у нас с другой стороны можно видеть, где мы летим. Сейчас мы на Де почти приблизились к Италии. Нам осталось в этот час. Час до... ...геневре. Покажу вам сейчас туалетик. Кстати, здесь у нас есть ещё... ...веди-бар такой. Ещё кресло. Даже есть у вас диван, если вы хотите поспать, то вы можете. Вот так вот открывается и закрывается окно. Вот так вот выглядит туалетик. Это поднимается. Зеркало. Парфюм какой-то. Ну вот и всё. Летим наслаждается. Уже через час будем приземляться. Ну вот здесь есть два пилота. Один из них наш хороший друг. И... Он меня покормил. Представил мне голубы. Лёд. Наверное, я останусь здесь только часом в Женеве. Может быть даже на ночь. А потом полечу. Угадайте куда? Угадайте. Увидите это в следующем влоге. Ну что ж, мы пообедали. И теперь десерт. Мы проземлились. Смотрите, как он просил. Но я не знаю, что сейчас возьмут куда надо. Устану. Привет, друзья. Опять. Теперь я одна осталась. Иду в город. Никогда, никогда, никогда не было на таком месте, что я не знаю, что делать. Я в чужой стране. Я в Женеве сейчас. Куда продолжать? У меня даже нету отеля до сих пор. Просто потому что я не знала, если я остаюсь тут ночью или не остаюсь. В общем, я сейчас поеду в классную кафешку. Там попью себе кофе. Скушаю что-нибудь. Вечером у меня еще есть ресторан, чтобы скушать фонду. Потом, ну, забронирую пока что себе какой-нибудь отель. А завтра утром уже буду знать, что делать и начну свое путешествие. Погода, кстати, здесь волшебная. Я так хотела уйти от этой жары в Израиль. Тут холодновато. Видите? Вот так вот по-зимнему. По-зимнему так у нас в Израиле, говорят, одета. Ладно, через полчаса буду в городе. Ребята, я была в Женеве три года тому назад. И точно так она мне запомнилась. Она красивая, но очень-очень скучная. Где люди? Где люди? Люди дома сидят. Не выходят на улицу. Я сейчас иду в кафе. Я надеюсь, что там будут люди. Кроме того, сегодня еще воскресенье. Но все равно мы были не в воскресенье. И никого не было на улице. Вообще тут все закрыто. Вот здесь какая-то кафе или ресторан закрыт. Ну красиво же, красиво. Швейцария красивая. Но скучная. Скучная. Где люди? Люди швейцарские. Что вы делаете? Где вы? Я вас ищу. Пока я иду в свое кафе. Вижу здесь что-то очень классное. Но я ведь беременна. Могу поесть пироженку перед кафе? Или не могу? Кажется, я пришла. Выглядит очень атмосферно. В кружечке я уже заглянула. Да. Вот, мое кофе пахнет очень хорошо. Скоро попробуем. Убивая водичка посреди дороги. По дороге кушать фонду, но здесь тоже кажется очень классно. Я пришла кушать свое фонду. Да, кафе до коммерс. А, это два разных кафе. Окей, окей. Это кафе до коммерс. А это кафе до солей. Идем сюда, потому что здесь самое вкусное фонду в Женеве. Такое бы домашнее местечко, но тут правда нет места. Все люди ждут. И если не записался, то очень жалко. Ребята, меня посадили. Но я здесь совершенно одна в этой комнате. И очень-очень жарко. Сейчас посмотрим, что будем кушать. Но точно будем кушать фонду. Потому что это самое лучшее место. Съесть фонду в Женеве. Идем сюда. Да, я я не могу. Абсолютно очень интересно, кажется. Но мой фонду... У нас вы заканчиваете кушать, вы можете сделать вот так, и потом тут будет такая корочка. Я закончила свой ужин, дальше до десерта, конечно же, десерта никуда не уходим, и вот мой десерт с перчиками, домашний такой тарт.